В нынешнее тяжелое социально-экономическое время, когда многие люди потеряли надежду на будущее, Православная Церковь показывает пример, как нужно строить, созидать и творить. Социальная деятельность Церкви должна стать тем маяком, который будет указывать путь ко спасению многим. Одним из примеров такого творения является место, где на берегу Хаджибейского лимана расположен Свято-Покровский скит в селе Мариновка, который буквально за несколько лет, благодаря усилиям митрополита Агафангела, стал новой вехой возрождения в этой местности. А теперь здесь восстановлены монашеские корпуса, отреставрирован храм и благоустраивается территория. Владыка берет на себя ответственность в строительстве первого в Украине православного центра хосписной и палеотивной помощи Покров для онкологических больных. «Еще раз подчеркнул, что это дело не только церкви. Это наша общая задача. И потому предлагаю всем объединиться в любви и милосердии, реализуя не на словах, а на деле крестовую заповедь возлюбившего твоего, как самого себя. Убежден, что создание хосписа, в котором будут получать благотворительную медицинскую помощь пациентам, как из различных уголков Украины, так и из окрестных сенсионных пунктов, начнется возрождение этого села и района и нашего причерноморского регионного села». 8 апреля 2017 года можно считать отправной стартовой точкой в деле начала важного в это время социального служения епархии в помощи тяжело страждущим пациентам в терминальной стадии рака. Именно в этот день митрополит Агафангел в сослужении викариев епархии и духовенства совершил молебен перед началом всякого доброго дела и возглавил презентацию проекта строительства будущего православного хосписа «Покров». Несколько месяцев назад в связи с онкологических заболеваний и отсутствием необходимых условий для содержания больных в терминальной стадии болезни, представители медицинской общественности Одессы, изучив мировой опыт, говорящий о конструктивном сотрудничестве врачей и священнослужителей в деле ухода за неизлечимо больными, обратились к митрополиту с просьбой о содействии в решении этой актуальной проблемы. Я уверен, что у нас есть уже на нашем счету совместные победы. Я уверен, что и здесь будет победа, победа православия на теми проблемах, в которых мы живем. Я уверен, что у нас все получится. И прекрасный климат, экологически чистая местность, зеленые насаждения, а главное, духовная поддержка будет положительно влиять на тяжелобольных. Для этого уже проделана большая работа. Здесь, недалеко от Одессы, в экологически чистом месте на берегу лимана, было приобретено недостроенное четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров. К апрелю 2017 года завершились масштабные работы по монтажу кровли, остеклению окон, покраске фасадов, подведению необходимых коммуникаций. На все эти нужды уже потрачено около 8 миллионов гривен. Усердные труды одесской епархии отметил протеерей Владислав Диханов, глава синодального отдела благотворительности, представляя на мероприятии предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Ануфрия. У желания всегда есть тысячи возможностей, а у нежелания есть тысячи отговоров. Несмотря на сложное время, когда у нас, казалось бы, очень многое оправдывает, военная ситуация в стране, очень непростое экономическое положение, много вещей, которые могли бы оправдать скорее наше бездействие. Вы нашли в себе силы сделать этот проект. К сожалению, губернатор Одесской области Максим Степанов не смог лично прибыть на мероприятие. На презентацию хосписа Покров прибыла его заместитель Марина Зинченко, которая от Одесской областной государственной администрации привезла специальные медицинские принадлежности для будущего социального учреждения, которые пригодятся во время полноценного функционирования хосписа. Также по приглашению митрополита Агафангела из Киева прибыла директор Национального института рака Елена Колесник. В своей речи она подчеркнула нехватку в украинских хосписах, где могли бы получать помощь больные с последней стадии онкологии. К сожалению, у нас в стране практически нет экземпляров. В каждом регионе максимум объемного хосписа. Хотя в каждом регионе, в каждой области полсинканула их должно быть минут 10-15. Специалисты очень много. Они нуждаются не только в лечении тела, но и в лечении души. Практически в каждой семье, независимо от социального положения и доходов, есть те, кто остро нуждается в эффективной помощи, которая будет оказываться в хосписе квалифицированными специалистами с любовью и вниманием. Народный депутат Украины Александр Пресман рассказал о том, что и он столкнулся с проблемой, когда от рака умирал его отец. Более миллиона гривен я, вон, добро выделяю на этот хоспис. Это то, что мы с вами говорили. Я не понимаю об этом, потому что вы для меня, наверное, потерял овца. Я понимаю, что у меня есть мой духовный отец, мой старший товарищ, с которым я иду. Чужой беды не бывает. И вы, как никто другой, меня это мучили. Я горд тем, что являюсь прихожанином Одесской епархии, которая сегодня демонстрирует всем конфессиям заботу, реальную заботу о реальном человеке. Мы не занимаемся критикой. В наших храмах мы молимся о нашей стране, о наших людях, о благосостоянии. И, конечно, город, я лично, мы будем рядом, будем оказывать всестороннюю помощь. Только мы все вместе можем это сделать. Огромное спасибо. Я думаю, что все мы объединимся, каждый сможет что-то решить. Благословение митрополита призывает строить доброе дело созидания первого в Украине православного хосписа «Всем вместе», сообща. Только в единстве наша сила, и это единство так необходимо в сложных социально-экономических условиях, в которых оказалась наша страна. Планируем мы срок реализации Одесской епархии данного социального проекта – вторая половина 2019 года. Просим вас, дорогие братья и сестры, объединиться в молитве, чтобы благое начинание Одесской епархии было завершено к славе Божьей и помощи нуждающимся, которые в скором времени в православном хосписе будут получать любовь, милосердие, доброту, понимание и сострадание. Редактор субтитров А.Семкин